Во всей этой авантюре украинско-мировой замешаны именно страны Запада. И в первую очередь англо-американский империализм, который заинтересован в том, чтобы ослабить позиции бывшего Советского Союза. Они развалили в 1991 году, а теперь осталось Россия и славянское братство трех государств Украины, Белоруссии и России. Надо добить их. Мы помним, что в Белоруссии попытки оранжевых революций проводились, но Лукашенко оказался лидером. Он не допустил этого, а слабое звено оказалось в тройственном Славянском Союзе Украина. И когда они подготовили очередную оранжевую революцию на протестном движении граждан Украины за свои социальные права, в этой связи они подкормили майдановцев. Я имею в виду англо-американский империализм подкормил. А вот то, что дальше произошло, они сами явно не ожидали. Что на волне чисто рядовых гражданских протестных действий вылезут национал-шовинисты и фашисты. Вот просто бандеровских последующих. Крым бесспорно был российским, и он должен быть российским. По сути дела Крым отошел к Украине не в 54-м году, как говорят некоторые недоброжелатели советского строя. Якобы Хрущев подарил там кому-то чего-то и ничего не дарил. Это территориальное переподчинение всего лишь навсего было. Территория должна была быть российской, и она оставалась российской в составе советского государства. Вот в 91-м году, когда подписали эти три предателя Шушкевича, Кравчук и Ельцин договор развала Советского Союза, вот это и произошло в фактической передаче территории Крыма Украине. А эту справедливость надо восстановить, поскольку народ всеми международными документами и всеми конституциями практически всего мира, все говорят, что народ является главной силой, которая имеет право принимать решения. Вот референдум Крыма 16 марта, который пройдет. У меня нет ни на секунду сомнений, что он состоится. Что он состоится положительно, будет отвечен вопрос о создании автономной республики Крым с правом вхождения в Российскую Федерацию. И это будет исторически правильный и справедливый ход политического развития событий между Украиной и Россией.